Друзья, у нас радостные новости. Все больше стран смягчают карантин и пускают к себе туристов. Это значит, что скоро мы соберем свой рюкзак и снова отправимся в путешествие. Так что это последний выпуск «Орел и Решка» на связи. И в нем будет больше друзей и больше удивительных мест. Мы откроем неизведанные места Грузии. Оттуда махнем на другой конец света в западную Австралию, чтобы увидеть дивных австралийских зверушек. Очарование-то сплошное. Потом слетаем на вьетнамские Мальдивы. Дальше отправимся на вип-экскурсию в парк животных на Канарские острова. Вот эти попугаи не первый раз видят людей вообще. И сразимся в поединке с самым большим тунцом на Кипре. Килограмм сто, наверное. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Антош, а давай отправимся с тобой в страну, язык которой напечатан у меня на коже. Ого, Бангладеш. Ну смотри, давай подсказка. Горячие мужчины. Ага. Вкусное вино. Ага. Невероятные хииииииииииииинддддддддддддд. Господи в Грузию, хочешь в Грузию, поехали в Грузию. Конечно! Все, ура, поехали! Всем привет, друзья меня зовут Влад Костов и добро пожаловать в Грузию. Влад – фанат Грузии и видеосъемки. Полгода назад он переехал в Грузию, чтобы путешествовать и снимать ее красоты. О чем вы думаете, когда слышите слово Грузия? Тбилиси? Батуми? Туристы объездили эти города вдоль и поперек. Я же хочу вам показать другую, неизвестную Грузию. Именно поэтому сегодня мы отправляемся в экспедицию в регион Рача, где я покажу вам самые секретные и неизведанные места. Поехали! Продолжение следует... Ты правда никогда не был в Грузии? Ни разу. Я мечтаю. Моя любимая вокалистка Нино Катамадзе. Моя любимая группа Магазавреби. Да, хорошо. Мой любимый писатель Нодар Думбац. Мое любимое вино, вино любое. Там много всяких. Мой любимый журналист Влад. Ну все, ты фанат Грузии получаешься. Горный регион Рача находится в пяти часах езды от Тбилиси. На самом деле все локации, которые находятся в регионе Рача, находятся близко друг с другом. Но дорога не везде очень хорошая. Поэтому если вы оказались здесь, берите машину повыше, если хотите увидеть все самые красивые красоты. Итак, первое место, куда стоит поехать в Рача, это городок Шовер. Среди местных это один из самых популярных горных курортов. Правда, курорт – это слишком громко сказано. Здесь нет дорогих отелей и шумных развлечений. Но зато здесь есть удивительные красоты природы. Это, наверное, одна из самых мощных рек полноводных, которых я видел. И самый неустойчивый мост. И это реально впечатляет. И он держится буквально на гвоздиках каких-то маленьких и проволочках. И идти по нему довольно-таки страшно. Его строят почти что каждый год, потому что эта река своим напором разрывает его, сносит. И люди каждый раз прокладывают новый мост для того, чтобы добираться вот к этой церкви. Так что такие вот перестремленные люди Грузины. Еще одно прикольное место в Рачае – это деревня Они. Здесь есть природный гейзер на месте санатория, в котором лечили людей минеральной водичкой. Теперь санатория нет, остались лишь его останки. Но гейзер из-за этого не стал менее лечебным и также существует на этом же месте. Так как вода окисляется минералами, железом, как вы видите, у нее характерный цвет и запах. Пойдемте попробуем, что это вообще за вода и действительно ли она минеральна и как она на вкус. На вкус действительно что-то между боржоми и просто соленой водой. Но на самом деле реально вкусно и действительно чувствуется, что это минеральная вода. Настоящая, а не какая-то там из соды. Ну что, девочки, мы приехали на водопад любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Арачинские девушки, женщины рассказывают, что если окунуться в этот водопад в форме сердца, то внутри ты примешь себя и выйдешь оттуда уже совершенно новым человеком. Ты обязательно найдешь свою любовь. Так что если вы до сих пор одиноко, приезжайте в Грузию и посетите этот водопад любви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Регион Рача – это грузинская глубинка, но даже сюда добрались современные туристические тренды. Здесь в горах можно жить и отдыхать по высшему классу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, знакомьтесь, это отель Глэмпинг Джорджия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слово глэмпинг образовано от двух английских слов – гламур и кемпинг. То есть, по сути, это гламурный кемпинг. По большому счету, это отдых на природе только с пометкой «люкс». Основателями гламурных кемпингов можно считать средневековых королей. Ведь когда они ездили в походы, они ставили не просто маленькие палатки, а огромные шатры со всеми удобствами. Скажем, это были переносные покои в миниатюре. Обалдеть, что? Вот подожди, сейчас абстрагируйся от того, что ты услышал до этого. И вот если бы тебе показали такую картинку, ты бы подумал, что это в Грузии? Я бы подумал, что это Норвегия. А я бы подумала, Антон, что это вообще какая-то другая планета. Потому что посмотри, это прям космические какие-то мотивы. После карантина здесь ни души. И сегодня первый день, когда глампинг принимает своих гостей. Так что считайте, мы здесь первопроходцы. Пойдемте смотреть хоромы. У каждого шатра свое название – десерт. Я буду жить в джунглях. Вы будете в джунглях. И каждый номер стоит примерно… 50 долларов. Ну пойдемте смотреть. Давайте. Вау! Здесь и правда как будто бы в джунглях. Фотообои с джунглями. Проектор? То есть можно просто прийти сюда и смотреть кино. У нас есть огромная двуспальная кроватка. Еще есть душ. Здесь целый биотуалетодуш. Не знаю, как это назвать. Ребят, ну а если вы приехали сюда отдыхать зимой или осенью, когда чуть прохладно, здесь есть печка и кухонка. Так что ни с голода, ни с холода вы не погибнете. Ну и бонусом ко всему, конечно же, балкон с прекрасным видом. Мне просто хочется узнать, каково это вообще жить в таком невероятном месте, как Грузия. Привет, привет, привет. Влад, Гамардёба, ты нам показал неизведанные места, но все-таки у нас всех ассоциируется Грузия. Тбилиси-Батуми. Батуми-Тбилиси. А куда вот еще ехать, кроме вот Рачи, которые ты показал? Есть Сванетия, очень прекрасный регион, который находится отдаленный от всех. Есть Тушетия, которая тоже находится далеко-далеко, такая же неизведанная Грузия. Слушай, а сколько нужно денег туристу, чтобы добраться вот в такие не самые туристические, но красивые места? Отдых в Грузии это сто процентов бюджетный отдых. Думаю, 100 долларов вполне будет достаточно. Какие развлечения, может экстремальные, как бы сказали, классики Юлины друзья, лютый движ какой-то есть? Да, есть ли лютый движ? Так как там еще не сильно развит туристический бизнес, то есть не так много ресторанов, не так много кафе. То есть это не про то, чтобы приехать туда и устроить себе гастрономический тур. Это скорее про активный отдых, про то, чтобы сходить в горы с палатками, где-то ночевать. Шикарно. Как же мне хочется. Мы тебе безумно завидуем и надеемся, что примчим, заберемся на какую-нибудь красивую гору и оттуда запоем трехголосик. Спасибо большое. Спасибо тебе большое. Грузии привет. Очень ее любим. Пока-пока. Все, спасибо. Антох, как ты думаешь, почему я боюсь лететь в Австралию? Ну пошли по стереотипам. Пауки и змеи. Там пауки и змеи. Понял, нет. Нет, нет, стоп, стоп, стоп. Да, теперь я боюсь лететь в Австралию, потому что там пауки и змеи. До этого, потому что это рай на земле, я боялась там остаться жить. Ладно, давай смотреть и там решим. Всем привет. Меня зовут Михаил Зарубин. Я путешественник и на связи с Западной Австралией. Ее столица город Берг. Миша путешествует по миру 14 лет. За это время он побывал в 192 странах. И 193-й стала Австралия. Я приехал сюда в рамках экспедиции на три дня. Но уже нахожусь здесь более трех месяцев. Вы знаете, нисколько не жалею. Здесь есть что посмотреть и мне есть что вам показать. Перд – это столица штата Западная Австралия. Здесь живет 2 миллиона человек. Перд – самый изолированный крупный город на континенте. Расстояние до другого ближайшего крупного города больше двух с половиной тысяч километров. Еще Перд – это классное место для тех, кто любит животных. Здесь звери вот так просто ходят по городу. Их можно встретить в самых неожиданных местах. Это кладбище с названием Инару. Вот такие восхитительные кенгуру здесь. Просто щиплю травку рядом с могилами. Вот и им без разницы на все новости. Вообще в Западной Австралии живет около 15 видов эндемиков. Это кенгуру? Там кенгуру вот так гуляют по улице? Да, но они там повсюду. Это как у нас, знаешь, на дорогу выбегают лисы. Вот там также на дорогу постоянно выбегают кенгуру и самое большое количество аварий, кстати, в Австралии из-за них. Я был в Австралии и я видел кенгуру. Правда, уже по частям и хвост я его пробовал. Знаете, что вот это такое? Самое вкусненькое. Хвост кенгуру. И сегодня вечером я буду его есть. Ну если, конечно, получится приготовить. Кто его знает, как готовить хвост кенгуру? Поэтому я нанял в повара местных аборигенов. Пусть приготовят его по традиционным рецептам. Стоит сказать, что в австралийской пустыне замороженные хвосты кенгуру продаются в каждом супермаркете. И не как мясо, а вот натурально хвост с шерстью. В несколько приемов хвост очищают от шерсти. А потом мой повар достал традиционную аборигенскую фольгу. И на сколько его теперь класть в огонь? Примерно на два часа. Оп! Под окном. Генри! Говорит, вроде готово. Он выглядит еще мерзотнее. Как будто бы кенгуру из пожара не спасли. Пока пахнет, как жженая резина. Ну вот мой самый главный деликатес – хвост кенгуру. Слушайте, кенгурятина очень вкусная. Она немножко пожирнее и пожестче, чем курица, но в принципе практически такая же на вкус. Да что это такое? Зачем? Кто на что учился? Кошмар! Черепаха, теперь кенгуру. Что ты ходишь по этим? Фу, на тебе за кенгуру. Это место довольно знаменитое на всю Западную Австралию. Почему? Потому что одна всего лишь пара, семейная пара, держит огромный апарт детских животных, который называется Кавершам. Здесь вы можете увидеть коал. Вы, возможно, знаете, что большинство времени коалы спят. Все дело в их особенной диете. Коалы едят только листья эвкалипта и получают довольно-таки мало энергии. Поэтому спят до 18 часов в день. Ну вот, за то, что только что разбудили, дали поесть вкусняшку и дали чуть-чуть погладить. Ну, не в восторге, да? Тут несколько сотен всех видов кенгуру. И, прежде всего, кенгуру-альбиносы. Обычные австралийские кенгуру. Мирно пасутся, едят траву. Ходите к ним с специальным гранулированным кормлением, которое здесь выдают. А они не откажутся. Уникальные кенгуру-альбиносы. Здесь очень их много. И они любят поесть. Это единственное, что их волнует. Нет еды – не подойдут. Своей едой кормить нельзя. Только ту, которую предоставляют. Ну, предоставляют ее здесь абсолютно бесплатно. Даже покупать не нужно. Да? И кто-то один у меня тут подсветился. И ест, и ест, и ест, и ест. Нет, не один. Еще один пришел. Настоящая звезда парка – это вомбат. Вообще, вомбат – это близкий родственник коал и также любит спокойствие и здоровый сон. Поставили пластик из-за вируса между вомбатом и с кем-либо. Но они все равно, смотрите, какие крутые. Сегодня у нас знаменательный день. Сегодня открывается Ротнес-Айленд – остров, где живут уникальные маленькие-маленькие кенгуру, которые вечно улыбаются из-за строения своего рта. Эксклюзивно для Орла и Решки. Мы отправляемся туда их посмотреть. Это кассы Ротнес-Экспресс. Это специальная водка, которая отправляется отсюда с берега на остров. Билет стоит 51 австралийский доллар. Плюс нужно заплатить обязательный сбор – 29 долларов за вход на остров. Так выглядит прекрасное судно внутри. На нем от Перта до острова Ротнес я с комфортом доберусь всего за 40 минут. Ну что, мы здесь уже на острове Ротнес или Ротнес-Айленд. Вообще у него, кстати, очень любопытное название, которое дословно переводится как «крысиное гнездо». Однажды голландский капитан высадился на этом острове и увидел кучу тысячи мелких крыс, как ему показалось. А это были вот эти наши квоки без хвоста и кенгуру. И назвал так остров. Так и пришлось. Ну, а мы сейчас убедимся, что никакие они не крысы. И пойдем с вами. На самом острове живет всего лишь 300 человек постоянно, которые обеспечивают уход и смотрят за животными. Посмотрите, здесь очень много различных, мы бы назвали это дачки. По сути, есть дачи, такие загородные домики, которые можно снять на выходные. Это очень популярно здесь у австралийцев. Здесь пропагандируют экотуризм, что означает, здесь нет кондиционеров, телевизоров. Все очень просто по-спартански, чего не скажешь о ценах. А вот кто живет здесь абсолютно бесплатно, так это они – жизнерадостные улыбающиеся квоки. По-моему, я разбудил только что эту красоту. Посмотри, это же какая-то обожравшаяся морская свинка. Очарование ты сплошное. Да ты посмотри, какой ты красивый. Квоки находятся на грани исчезновения. И в дикой природе их осталось всего 14 тысяч. Из них 12 тысяч обитают именно на этом острове. Давайте вот видите, улыбаются. Это особое строение челюсти. 32 зуба. Когда этот кенгуру расслабляет рот и не жует, становится подобие улыбки. Очень дружелюбные, абсолютно не боятся людей и улыбаются. Квоки вообще одно из самых незащищенных животных в Австралии. Потому что если собака Динго нападет на кенгуру, он еще может упасть на хвост и отбиться задними лапами. Кенгуру, он мощный и пацан. А квоки, что они сделают у них? Слабые лапы, они поэтому на грани вымирания. Это прелестное создание потихонечку подходит. А, трогать его нельзя. Кстати, он может укусить, если попробовать погладить, но трогать нельзя несколько сотен долларов штраф. Вот. Но зато с ними запросто можно сделать селфи. Не всегда любая новость о Австралии вызывает такой восторг. Потому что она и раньше была очень далеко от нас. А сейчас с этим карантином еще дальше. Так что давай в другую часть мира позвоним и узнаем, как они вообще там живут. Привет всем. Привет на другой конец земли. Да. Здесь обычно все говорят хай мэйд, типа мэйд, типа друг. Как в целом там Австралия? Ты сказал о том, что ты не планировал так долго там оставаться. Я приехал сюда, у меня был забронирован отель на три дня. Буквально со второго дня, как ты сюда попал, все стало поэтапно закрываться. И я понял, что я попал. Сначала было так страшненько. Вот. Что происходит, что делать. Но постепенно так успокоился. И австралийцы, они такие в этом плане очень свободные, легкие. И хорошо все соблюдают. И поэтому сейчас здесь вообще нет проблем, скажем так, с вирусом. Около нуля все. Когда откроют границы? Есть информация? Вообще молчат. На самом деле сейчас Австралия даже закрыта внутри Австралии. Вообще Австралия состоит из штатов, и некоторые из них друг с другом держат границу на замке, как отдельные государства. Например, тот штат, в котором я, он самый дальний, самый дикий из всех штатов Австралии. И вот он, все призывают откройте, откройте, мы хотим к вам в гости, у вас там ноль случаев и все хорошо. А ребята держат границу с 90% одобрением населения Западной Австралии, держат границу ни в какую. И то есть ты ни в Канберу, ни в Мельбурн, никуда ты не можешь? Вообще нет никакой возможности, только с каким-то специальным супер разрешением. Но я и не стремлюсь. Загибаем пальчики, ждем, когда мы сможем прилететь. А пока всем австралитянам привет. Да-да, приезжайте, ждем. Все. Чао. Антош, смотри, как наши ножки уже готовы лежать на вьетнамских пляжах и загорать. Ну и мешает-то нам самая малость. Закрытые штаны и закрытые границы. Что за зануда такое? Ну вот телевизор нам же никто не мешает смотреть, поэтому будем загорать через телевизор. Включаем. Всем привет, меня зовут Снежана. Наша новая подруга Снежана живет во Вьетнаме 8 лет и работает гидом в курортном городе Ничанг. Мне очень хочется познакомить вас с местной экзотикой, чтобы когда откроют границы, вы могли приехать к нам в гости. Вьетнам 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 Я хочу показать вам деревенские поселения, которые находятся возле самого красивого пляжа во Вьетнаме – Заклет. Я рекомендую отправиться по живописной дороге, которая тянется вдоль моря. Смотрите, какая красота. 35 километров от Ничанга и вы на белоснежном пляже Заклет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это законно? То есть смотри. Хочешь ты, допустим, побывать на Мальдивах, а денег нет. Летишь во Вьетнам, прилетаешь на этот пляж, белый песок, пальмы, никто не разберет. Фоткаешься, говоришь, что была на Мальдивах. Здесь такой водорослевый морской аромат, а все потому, что здесь собирают водоросли. Местные вьетнамцы отлавливают водоросли и потом их сушат. Сухие водоросли продают на фабрике, где из них делают косметику для обертываний. И напитки, которые вьетнамцы пьют, чтобы не было дефицита йода. Видите, здесь дальний рядочек, он более темный. Это уже сухие водоросли. За свой труд они получают не так много. За килограмм сухих водорослей они получают 7000 донгов. Это примерно 30 центов от доллара. Прикинь, 30 центов они получают за килограмм водорослей. То есть вот это работа мечты. Ты встаешь с утра, часика так в три, плывешь, собираешь эти водоросли, сушишь еще их полдня. Получаешь 30 центов за килограмм, то есть в месяц это долларов 80 от силы 100. Все вот эти водоросли добываются в Южно-Китайском море. Их собирают на вот те деревянные рыбацкие лодки, джонки. А далее с этой лодки нужно их как-то переправить на берег. Используют вот эти лодки. Круглая лодка называется тхунчай. Это традиционная рыбацкая лодка. Почему лодки такой формы? Раньше во Вьетнаме была французская колония и все облагали налогом. Вьетнамцы, чтобы избежать налога на транспорт лодку, придумали круглые лодки. И когда к ним приходили, они говорили, что это вообще-то корзина для риса. Слушай, но это настоящие вьетнамские Мальдивы. Но хочется на настоящие Мальдивские Мальдивы. А вот это все круто. Я скажу так, я удивлена. Очень, очень живописный пляж. В этой деревушке вьетнамцы научились брать из моря не только водоросли. Лежу как будто на куче огромной снега, но на самом деле это все морская соль. Вы только представьте масштабы, если тут такое количество соли. Если посмотреть там до горизонта, тянутся эти огромные кучи, обтянутые тентом. Мы находимся около залива Заклет. Он один из самых соленых. В морской воде большое содержание соли, поэтому возможно ее выпаривать. Берется участок земли, полностью он выравнивается. Дальше заливается цементом, либо стелят вот такую черную пленку плотную. После этого сюда заливают морскую воду. Под воздействием солнышка, оно здесь очень сильное, под воздействием ветра вода выпаривается и остается соль. Смотрите, настоящая крупная морская соль. Безумно соленая. Надеюсь, это можно было есть. Для многих наших туристов Вьетнам это шок. Это непонятные традиции, странные шляпки, грязь, бедность, антисанитария. Я не буду скрывать, у нас это действительно все есть. Но с этим можно спокойно жить. Посмотрите на меня. Вкусы вьетнамцев нас очень удивляют. Они могут съесть ската, лягушку, суп из черепахи, крокодила на гриле. В отдаленных провинциях едят даже мясо кошки, мясо собаки и полевых крыс. Вьетнамцы могут спокойно пощелкать жареных личинок шелкопряда или съесть медузу. Они делают салат с медузой. Вообще вьетнамская уличная еда – это же отдельный вид искусства, как любое азиатское. Мы были, когда в Ханое, в сезоне мегаполиса, Оля пробовала оладушки с червями. А вообще это вкусно. Это из чего сделано? Курица? Она повела меня куда-то по что-то… Это червяки? Это же червяки какие-то. Это отвратительно. Я не знаю, зачем решка это делает. Вот так на гриле жарят куриные желудочки. Смотрите, как раздувают гриль. Прямо здесь стоит вентилятор. Вот это лайфхак. Сейчас все армянские шашлычники такие с этими картонками стоят всегда машут. А тут технология. А тут вентилятор. Да гениально. Дайте мне, пожалуйста, моп кай чун вит лон, моп кай чун вит бак тхао. Перед вами два вьетнамских деликатеса. Вот в такой атмосфере мы с вами будем наслаждать. Дорога, мусорка, забор. Это столетнее яйцо. Его готовят особым образом. Вьетнамцы берут сырые утиные яйца, обмазывают их смесью из древесной золы и извести. После этого обкатывают яйца в соломе и рисовой шелухе и закапывают в землю. И готовятся они там 15-20 дней. Приступаем к нашей дегустации. Сначала нужно очистить сухую смесь. Дальше мы его вскрываем. А внутри… Выглядит не очень аппетитно. Такое что-то коричневое. Назовем это шоколадное повидло. Такой немножко аммиачный привкус. Напоминает сероводородные ванны в России, если кто-то делал. Вот как будто бы я попила оттуда водич. Желток такого темного цвета. Какая-то кашица такая. Немножко похоже на птичий помет. По вкусу примерно так же. Приступаем к следующему деликатесу. Путиное яйцо с зародышем. Валюта. Которая называется по вьетнамски Чун Бит Лон. О боже. Я вижу перья. Капилляры ведь… Это один из главных деликатесов во Вьетнаме. Вот так выглядит очищенное яйцо. Кисочек отпал. Такой твердый-твердый желток. Перышки здесь сядут в языке. Здесь… Ну не знаю, что это. Это, наверное, из-за рода шевтенка. Боже мой. Утенок. У меня на руке утенок. Нет! Пожалуйста! Зачем? Отвратительно. Меня тошнит, пожалуйста. Я готова сейчас просто блевануть себе туда. Да, очень такой необычный деликатес вьетнамский – это желток, который оказался реально вкусным, но утенка я пробовать не буду. В яйце болют – нет отходов. Местные вьетнамцы съедают и желток, и полностью зародыша утенка с перьями и клювом. Давай звонить Снежане и узнавать, как она там. Давай. Юлю интересует вопрос про еду. Она восхитилась. Я фанат вьетнамской кухни, но то, что пробовала ты, Снежан, это разорвало мое сердце, а потом и всю пищеварительную систему изнутри. Ты как настоящая ведущая решки пробовала самую гадость. Я решила, что традиционная еда все-таки гораздо вкуснее. Для меня тоже. Фобо, мясао, манго – самое вкусное, что есть во Вьетнаме. Тухлые яйца, яйца с зародышем – нет, не для меня. Туристы особо и не едят такие блюда, если только это не китайские или корейские туристы, азиаты, которые перемещаются там. Вьетнамцы едят достаточно часто и мужчины, и женщины. Считается, что это блюдо повышает потенцию, оно для мужской силы, для женской привлекательности. Очень полезно. Тебе вышлем адресок, передай десяточек другой. А еще какие-то у вас невероятные чудеса есть, куда вот нужно бросить все и ехать, мчать, смотреть. Можно съездить в Сапу. В Сапе живут малые народности, которые ходят в разноцветных ярких костюмах. Например, красные зау, у них такие красные шапочки, бритые брови, женщины сбривают брови, у них лысая голова, вот это у них эталон красоты. На юге Вьетнама остров Фукуок. Он сейчас активно развивается. И, кстати, что во Вьетнаме прекрасно, можно ехать круглый год. Например, в зимнее время на юге прекрасная погода, жаркая стоит. В летнее время центр страны и север страны. Когда приезжать уже поздно к вам? Когда открывать границу? До 19 сентября для корейцев закрыт въезд. Вот все думают, что первые поедут корейцы. Потому что они там и поближе и строго следят у них за показателями. Но пока для них закрыт, а я думаю, для остальных и подавно. Спасибо большое, Снежана, было очень интересно посмотреть. Спасибо тебе. 19-го открывают, 20-го утром мы у вас. Хорошо, все, пока. Так, Антож, держи. У меня обоснованный пафос. Объясняю, почему мои косы распустились. Да потому что рядом курорты. Дорогие курорты. А в частности, Канарские острова. Любишь? Конечно. Ни разу там не был, но хочу. Привет, меня зовут Полина и я жил на Канарах возле пальм и океана. Восемь лет назад Полина переехала на остров Тенерифе. Она фотограф и каждый день в своем инстаграме делится фотками, как ей здесь живется. И сегодня я и моя карта, конечно, не такая безлимитная, как у ведущих «Орла и решка», но все же карта. Мы хотим показать тебе самые интересные развлечения на острове Тенерифе. И, конечно, первое, на что определенно стоит потратить деньги – это классный автомобиль. И чем мощнее, ярче и кабриолетистее он будет, тем круче. Поехали! По острову я буду кататься на новеньком «Шевроле Камара». Вот что значит иметь кабриолет на Тенерифе. Арендовать машину – это самый правильный вариант для туриста на Тенерифе. Мало кто знает, но у нас на острове самая дешевая аренда авто в Испании. Машинку можно арендовать от 6 евро в сутки. Вот эту самую дешевую возьму. Не самую дешевую, а которая мне нужна. Все, успокойся. Оплатил? Да, оплачу. Все, держи бабки, давай. Вот она моя красотка. Беленькая. Так. Три педали? Это что не автомат? Ребята, это механика. Ё-моё, это же там такие манипуляции нужно делать. Ах, че там? Мой «Шевроле Камара» обошелся тоже не очень дорого – 150 евро в сутки. Это курорт, это Канары, это солнце палящее, это воздух прекрасный морской. Называют островами вечной весны. Да. У нас холодно, у них 25. У нас жарко, у них 25. Вечная. Да, да. У них там суп идеальная. Первым делом мы поедем в самое любимое место на Тенерифе. Это маяк «Эль Фаро» по-испански, который находится в городке Эль Порис. Маяк «Фаро де Абона» расположен на северо-востоке острова Тенерифе. Отсюда открывается галовокружительный вид. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это секретное место, куда туристы не доезжают. Но теперь вы знаете его координаты. Ну что, поехали дальше. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я приехала в Лора Парк. Это зоопарк, который был признан лучшим дважды в мире. И здесь не просто зоопарк, а это целый город самых удивительных животных. Это лучшая достопримечательность Тенерифе. И сегодня мы пойдем не просто как туристы, а как настоящий би-би-гостик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это муравьед, который очень соскучился по человеческому вниманию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Билет в Лора Парк стоит 38 евро. За эти деньги турист может гулять по огромной территории парка и наблюдать за удивительными животными через перегородки... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И через стекло аквариума. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это просто детский восторг. Я сейчас себя чувствую на 5 лет, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но у меня есть уникальная возможность показать вам то, чего обычный турист никогда не увидит. Я проведу вас за кулисы Лора Парка и покажу, как живут животные там, за перегородками и за стеклом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Если подняться на этаж выше, попадешь в помещение с огромным бассейном. Тут живут все морские обитатели, которых вы только что видели в аквариуме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вот эти, они все плавают над нами, когда мы там идем. Я просто в шоке, потому что я же всегда хожу там, внутри туннеля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В закулисье Лора Парка можно посмотреть, как за животными ухаживают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь трудятся десятки ветеринаров и их ассистентов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как и у людей, у животных берут анализы, чтобы следить за их здоровьем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это кровь, акулы взяли. В Лора Парке есть своя кухня. Здесь специально обученные повара составляют меню и готовят блюда для животных. У каждого вида своя диета и график приема пищи. В 9.30 утра кормят завтраком детенышей зебровой акулы. Смотрите, на завтрак у них рыбка и моллюски. Еду детенышам просто так в воду не бросают. Сначала в бассейн погружают специальные носилки и заманивают на них детеныша. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Акуленка в носилках кормят неспроста. А чтобы пока он ест, параллельно проводить ветеринарный осмотр. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Таким хитрым способом детеныш привыкает к ветеринару и не боится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А сейчас мы перенесемся в Антарктиду, чтобы посмотреть, как кормят пингвинов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь собраны пингвины в этом большом пингвинятнике в самом крупном в Европе. Четырех видов. Но основные из них два – королевский и хохлатый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здесь темно сегодня, потому что на Южном полюсе сейчас ночь. И, конечно, снега тоже очень мало. Но именно потому что сейчас такое время года, когда снег у них весь растаял. Но когда сезон, то вот оттуда вырабатывается 6 тонн снега каждый день. И, соответственно, на это тратятся просто огромные деньги на электроэнергию. Но это того стоит, потому что пингвины здесь чувствуют себя как дома. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше по расписанию – процедуры у гигантских черепах. Им делают массаж шеи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Он высунул шею и сразу стал похож на динозавра. Вообще они же очень древние животные и живут вот эти черепахи до 160 лет. Вот этому мальчику ему всего 50, но он еще молодой считается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот это бегемот и у него сейчас, чтобы вы понимали, спа-процедуры. Здесь рыбки ему отмершую кожу снимают и таким образом они чистят его шкурку. Так что вот настоящие спа-процедуры есть у бегемотика. Это не детеныш бегемота, это либерийский карликовый бегемотик. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще вип-гостей приводят в птичий амфитеатр, где тренируют попугаев для птичьего шоу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сегодня будем кормить попугаев. Итак, мне дали специальную кормушку. Вот эти попугаи не первый раз видят людей вообще. А ко мне никто пока не прилетел. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прилетели. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Потрясающе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Первый раз специально для нас их попросили покормить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То, чем питаются попугаи, это обычно фрукты, какие-то смеси круп, мед и пыльца от цветов, которые собирают вручную. Поэтому она очень дорогая и стоит примерно в день 1000 евро накормить всех попугаев. Сейчас к нам прилетит сюда попугай, самый крупный в мире. И называется он гиацинтовый Ара. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После всех этих сюжетов есть ощущение, что на Тенерифе нет минусов. Сплошные плюсы. Рай на земле. Нет, 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 там есть минусы точно. То, что нас там не было. Тебя конкретно. Меня? Да. Пора исправлять. Давай позвони. Я пойду Полине звонить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет, привет. Ола, ола. Полина, привет. Ола, ола. У тебя там солнце, кабриолеты, какие-то твари красивые плавают, попугаи летают, все так радужно, аж бесит. Но я думаю, вы приедете скоро. У вас же курорт. Как там? Там много просто жителей Испании или вы сейчас там сидите, так сказать, на свободных пляжах? У нас все работают в основном вот в этой туристической сфере, в отелях, в ресторанах. И сейчас большинство отелей и ресторанов они не функционируют. Начнется работа их, по-моему, с августа, ну, с конца июля. Соответственно, все люди, которые в них работают, они сейчас тоже на пляжах, поэтому пляжи вообще не пустуют. И более того, установили светофоры, чтобы ты, когда едешь из города на пляж, ты видишь вообще, сможешь попасть на пляж или нет. И буквально на днях мы были на пляже, там у нас попросили предварительный пропуск. То есть ты звонишь по телефону или на сайте, заказываешь пропуск на вход. И ограниченное количество людей, всего два часа ты можешь находиться. Обалдеть. Уже сточилось все, но тем не менее купаться можно. А конкретно, если в нашем случае, то 100 долларов, ему есть чем заняться на канарских островах? Я как любитель вулкана Тейды, самого основной достопримечательности нашей, я бы пошла пешком туда. Я это делаю каждый год. Но это занимает примерно 5 часов. Там точно также есть гостиница прямо наверху. Там можно переночевать, по-моему, за 20 евро. А в палатке с собой можно переночевать? А в палатках вообще запрещено на Тенерифе останавливаться. По закону. Но русские люди ездят на пляж, выставляют палатку после заката. Моя подруга так делает, и она меня зовет как раз сейчас. И встречают рассвет, и как только рассвет начинает уже загораться, то они убирают эти палатки. Потому что полиция все равно, они смотрят. Спасибо тебе большое. Меньше вирусов, больше солнца. Открывайтесь скорее, и мы обязательно к вам прилетим. Да. Все. Чао. Вам солнышко, а Тенерифе посылаю. Спасибо большое. Юль, радуйся, нам прислали еще одно видео путешествие из Кипра. Кстати, что ты знаешь про Кипр? Что Кипр – это страна, из которой нам прислали еще одно видео путешествие. Гениально. Привет, друзья. Меня зовут Андрей, я живу на солнечном острове Кипр. Андрей – владелец турагентства на Кипре. Он живет здесь 15 лет и знакомит туристов с солнечным островом. Многие люди думают, что Кипр – это только банки, офшорные зоны и место рождения Афродиты. Сегодня я развею ваши стереотипы и покажу вам, насколько прекрасен наш остров. Лучше всего смотреть на красоты Кипра с высоты птичьего полета. Скажу вам по секрету, что 23 года назад я работал портпроводником. И у меня была мечта быть пилотом. Что может быть лучше, когда ты тянешь грудь, это штурвал, самолет. Эх, поехали! Полетать на легкомоторном самолете и попробовать себя в роли второго пилота стоит 500 евро. Надо отметить, что в специальной лицензии пилота нет никакой необходимости. Достаточно пройти небольшой инструктаж и вместе с опытом пилотом взмыть высоту. Кипр – это не только пляжи и море. Это страна густых лесов, гор и прекрасных водохранилищ. Всего на Кипре 112 водохранилищ. Многие люди очень удивляются, узнав об этом. Смотрите, а это горный массив Тродос. Киприоты его называют «наше зеленое сердце». А эти извилистые серые полосы – это противопожарные полосы. В случае возникновения пожара они будут препятствовать распространению огня. Прекрасное ощущение, надо сказать, когда ты ведешь эту железную птицу. Ты чувствуешь свои пятые точки каждое мгновение ветерочки. Думаешь, вот он тебя сейчас несет. Чего? Мой вестибулярный аппарат будет исправляется, хотя мне точно не нравится. Почти 5 часов утра. Я встал в токурань, чтобы показать вам еще одно супер развлечение на Кипре. Мы отправляемся в круиз по Средиземному морю, чтобы споймать самого большого тунца в Средиземном море. Давай, 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 давай! Класс! Тунца нереально удержать в руках. На ощупь он как резиновый твердый снаряд. Еще и дергается, как под электрошоком. Прям. Если вы наткнулись на косяк рыб, то это уже превращается не в рыбалку, а в поход в супермаркет. Оп-оп-оп-оп. Давай-давай-давай-давай. Оп-оп-оп-оп. На Кипре самый разгар сезона тунца. Это означает, что вы не успеете досчитать до 10, как я словлю, точно 15-20 тунцов, килограмм по 10-15 каждый. Так что вас ждет невероятное приключение. Ради такого развлечения я арендовал яхту. Стоит такая яхта около 200 тысяч евро. Но арендовать ее на полноценный день с рыбалкой стоит 1000 евро. За эти деньги вы получите полноценную яхту с экипажем. Получаете просторную компанию лобби. Получаете две полноценные спальни. Душ, туалет. Знакомьтесь, это Саша. Спасибо, что организовал нам рыбалку. Это капитан и владелец этого судна. Саша, скажи, пожалуйста, вот этот морской волк, поделись секретом. Что нужно знать начинающему рыбаку на тунца? Он ловится посредством троллинга. Это когда за лодкой тянется блесна и тунец на нее нападает. Так как тунец – это кисти. Также тунец – это самая быстрая рыба. И под водой она может развивать скорость до 130 км в час. Ну и конечно же надо быть сильным, чтобы суметь его поднять на борт. Хорошо, что я на карантине время не зря не терял и занимался спортом. Ну что, ловись тунец – малый и большой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Один, два, три, четыре, пять, шесть. Вы не успеете досчитать до десяти, как я уже словлю 15-20 тунцов. Не пошло. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, давай, тащи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не знаю, килограмм сто, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Слушай, выходит. Сань руку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тяжелый кабан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сорвался. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Учет большой головок. Срезал, полностью сорвался. Ну что, с Тунцоном вам сегодня не повезло, но мы честно с ним боролись. Саша Капитан сказал, что это был тунец минимум килограмм на сто. Но это не главное. Главное – классная компания, классная яхта, классная погода, свежий морской бриз. И главное – это путешествия и приключения, особенно по Кипру. Давай ему позвоним. Давай позвоним, Антон. Все узнаем у него. Привет, ребята. Как я рад вас видеть. Андрей, здравствуй. Мы тебя очень рады видеть. Ты нам показал такую лакшери жизнь. Слушай, вертолеты, яхты, рыбалка. А что делать нищебродам, которые приедут туда? Кипр, нам? Кипр – это не только дорогие развлечения, но это еще и горные деревушки. Это прекрасные, добрые, милые люди, которые покажут вам свое гостеприимство. Поэтому не стоит ассоциировать Кипр только как лакшери отдых. Наши знаменитые белоснежные пляжи, пляжи Баунти в шумном молодежном курорте Айянапа. Айянапа – это же еще и тусовочное место, да? Да, я знаю. Это именно тусовочное место, которое называют средиземноморским Майами, второй Ибицей. Но я бы его не ассоциировал только с тусовочным местом. Это также и прекрасное место, где можно устроить и хороший семейный отдых. Мы должны открыться в первую очередь для того, чтобы вы прилетели. Мы сняли с вами классную-классную передачу о настоящем Кипре, о горном Кипре, о прибережном Кипре. Потому что Кипр – это не выжженное пространство, как многие думают. Это еще горные леса, густые леса, сосновые, кедровые. Это страна горных водопадов, прекрасных водохранилищ, пещер. Вот мы с вами, надеюсь, будем все эти места вместе изучать. А вот ты говоришь, Андрей, когда откроют границы, а когда их откроют? Страна-то у нас открыта, но открыта в основном для европейских государств. Мы надеемся и верим, что с августа границы откроют именно для жителей постсоветского пространства. Спасибо большое. Это было интересно. Спасибо вам, ребята. Я, честно говоря, прикоснулся немножечко к мечте, потому что вашу передачу смотрю с самого начала всей семьей. И ваша передача, в том числе меня и мою семью, вдохновляет на очень-очень многие путешествия. Спасибо огромное. Поменялись местами, теперь ты нас вдохновляешься на путешествия. Мы смотрим и надеемся поехать в скором времени. Пока-пока. Знаешь, Юль, у меня есть такое ощущение, что совсем скоро мы увидимся со всеми нашими друзьями вживую. Антон, впервые в жизни мне совсем не хочется спорить с твоими словами. Более того, хочется в них верить. Надеюсь, твоя интуиция нас не подведет. Но при этом не переставайте быть на связи. Привет из Гонконга. Добро пожаловать в наш солнечный Рио-де-Жанейро. Погнали исполнять мечты в детство. Эх, поехали. Я марсианер. Он высунул шею и сразу стал похож на динозавра. Класс. Германия? Как красиво. Просто слов нет. Вулкан Батур – это просто чудо острова Бали. Мама, мы сейчас встретим. Елемины, я иду к вам. Ну что, девочки, мы приехали на водопад любви. Амой, сама поймала. Ааа, я это сделала. Все-таки я воровал Амазон. Это настоящий урановский деликатес. Безумно соленая. Надеюсь, это можно было есть. Да? Соскучился? Вообще нет. Здесь реально много бабушек. Они просто повсюду. Поэтому обязательно приезжайте сюда. Орел и решка. Вот так, мы были здесь тоже. Все, пошли. С песней. Куда? Ты куда? Что? Ангеливабл китчен.